Это OnePlus 8 Pro и это мой основной телефон практически уже год. Потрепанный он у меня изрядно, по всем этим следам можно понять две вещи. Первое, что все эти хваленые горилла глаз и прочее такое, оно на деле не очень-то и прочное, но во-вторых, по его следам можно понять, насколько он сильно падал и он продолжает прекрасно работать. Это ли не признак качества? А это новенький OnePlus 9 Pro и да, я понимаю, что я абсолютно не конкурентно способен на фоне других техноблогеров, потому что обзор на этот телефон у них вышел месяц назад, я не знаю, откуда они его взяли. У меня он в магазине появился 4 дня назад, я 4 дня назад его купил и это время я им пользовался. Кстати, это уже в 4 раза больше, чем кто-либо из тех, кто снял обзор на этот телефон, потому что у меня тесты абсолютно будут отличаться от тех, что вы видели в интернете. Но сперва пару слов необходимо уделить этому телефону, потому что многие ошибки перекочевали в следующую модель, многие ошибки были исправлены. Плюс огромное количество людей сейчас рассматривает этот телефон в качестве покупки, потому что он очень сильно подешевел, при этом он хуже не стал, потому что никаких апдейтов не выходило, как на айфоне или самсунге. Ну, по крайней мере, я их не заметил. Вы понимаете, про какие апдейты я говорю, после которых хочется сразу же идти покупать новый телефон. Когда я купил этот телефон, и вот меня начали спрашивать, ну что ты про него скажешь, ну кореша, который тоже присматривается к покупке, ну вот чё, вот чё он как там тебе по ощущениям, это то же самое. Это просто два одинаковых телефона. По скорости работы, по плавности интерфейса, по отзывчивости экранов. Ну вы понимаете, вот это всё, ну разве что аккумулятор здесь лучше, камера здесь лучше, а всё остальное, ну это тот же самый телефон. Все преимущества этого телефона никуда не делись. Шикарный экран, 120 герц, очень хорошая камера, и сейчас он очень сильно подешевел. В данный момент, на данную секунду, когда я записываю это видео, его можно купить. Это по-прежнему флагманское устройство за очень вменяемые деньги, но он не идеален. Что я могу про него сказать? Это телефон, который был очень близок к совершенству, но совершенством так и не стал, потому что огромная кипа маленьких микроскопических недостатков, очень легко исправимых, исправлены так и не были. Ну, например, запись видео, это самое основное, он лагает. Ты начинаешь включать видеосъёмку, и первые три секунды два FPS, и ты ничего с этим не можешь сделать. Следующая проблема связана с кривоработающим фокусом на звук. Ну, ты снимаешь видео, делаешь там трёхкратное увеличение, и когда ты говоришь, тебя камера не слышит. Хотя ты вот-вот рядом, ты находишься, но она тебя не слышит. Она пытается звук уловить откуда-то оттуда, а то, что ты говоришь, уже не слышно. Показываю вам пример, вот делаешь увеличение, вот я сделал увеличение, и послушайте, какой приятный звук сейчас, да, вот просто замечательный. И это на ванплассе было абсолютно всегда, и оно никак не меняется. Камера этого телефона, она монструозно кропит картинку. Когда ты включаешь фронталку, тебе необходимо вот так держать, чтобы записывать какое-то видео. И то очень будет близко. В то время нормальные телефоны можно вот так держать и записывать, на ванплассе необходимо вот так делать. Немного прервёмся на спонсора этого обзора. Первым двум тысячам, кто использует этот промокод, мгновенно начислится 25 центов на баланс на сайте csgorun. Это сайт, где вы можете хорошо прокачать свой инвентарь, ну или прокачать инвентарь другому. Тут уж как повезёт. Продав ваши ненужные скины, у вас пополнится баланс. Ну или сами его пополните. И на этот баланс можно купить скины во внутреннем магазине и использовать их в режиме краш. Всё очень просто. Ты ставишь скин, раунд начинается и у тебя есть время, чтобы выйти из игры до того, как таймер закончится. Чем больше ждёшь, тем больше риск, но тем больше заберёшь. Но можно облажаться и потерять скин. Тут чисто удача и рандом, который гарантирован сайтом random.org. И ещё много режимов, в том числе пвп, где рандомно выиграешь у одного из двух. По сути дуэль. Если у вас завалялся хлам из ДОТ или КС, то можно попробовать. Плюс по ссылке в описании промокод на 25 центов. Для ознакомления с системой этого должно хватить. Следующая мелкая, легко поправимая, но очень бесячая проблема, которую они никак не исправили. Тебе приходят сообщения в Телеграм, в любой другой какой-то мессенджер. Когда ты нажимаешь, ты хочешь перейти в это приложение и ответить. А оно просто закрывается меню, и они ничего с этим не делают. Тут тебе приходят уведомления, ты нажимаешь, а у тебя меню Телеграма не открывается. Это очень легко исправить, но они это не исправляют. Притом приходит много обновлений. Я не понимаю, что они там обновляют, что они там исправляют, если ошибки, которые лежат на поверхности, неисправимы до сих пор. Но в целом телефон производит наиприятнейшее впечатление, иначе стал бы я им пользоваться столько времени, как основным. Теперь переходим к его наследнику. Мои первые впечатления. Дизайн у него обалденный. Мне очень нравится. Он элегантный, утонченный, не вычурный. В хорошем смысле скромный. Возможно, на меня такое впечатление производит цвет. Серый мат безумно классный. Единственная проблема задней панели, это да, это матовое стекло серого цвета, очень сильно царапается. У меня уже блок камеры немножко поцарапался. Хотя я был очень аккуратен. Да, камера здесь создавалась в союзе с Hasselblad. Об этом уже все говорили. Кто это такие, вы сами знаете. Идем дальше. Вообще, блок камеры это ключевой элемент в общем дизайне телефона, потому что, ну, спереди они абсолютно все одинаковые. Разве что, когда включаешь экран, у кого-то точка либо слева, либо справа, либо у кого-то недоразумение, она вовсе посередине огромная, широкая. Что касается тактильных ощущений от телефона, невероятно приятные. Вот это матовое стекло, оно потрясающе на ощупь. Очень-очень качественная сборка, претензий к ней никаких нет. Ровным образом, как и к OnePlus 8 Pro, он собран невероятно качественно. Он весь в трещинах, ну, потому что он падал с таких дистанций и на такую поверхность. Но он не скрипит, не люфтит, вообще ничего нет. Он тяжелый, он очень плотный, здесь нет каких-то швов. Это очень качественный производитель, я вам могу сказать. Да, в этом телефоне производитель себе не изменял. Качественно собранный, приятный на ощупь, красивый корпус. Приятный ход кнопок, знаете, такое благородное нажатие, потому что есть телефоны, на том же в Samsung там такое, ну, дешманское трещание. Нет, здесь вот так прям увесисто приятно. Телефоны мы узнаем по задней его части, и задняя его часть мне, честно, очень симпатична. Он классный, но очень подвержен царапинам. При том, что интересно, несмотря на все трещины, которые здесь есть, царапин на нем практически нет. В старом окантовка металлическая и матовая. Здесь она металлическая и глянцевая, а это значит, что она будет царапаться. Поэтому по части устойчивости к царапинам он очень плох. Но у него в комплекте был чехол. Да, этот телефон стоит более 1200 долларов, но назовите мне еще один телефон за 1200 долларов, кроме китайских каких-нибудь, в которых был бы чехол в комплекте. Полагаю, эта традиция сохранится ненадолго. Кстати, у него же еще есть адаптер питания в комплекте, вы представляете? Fast Charge, между прочим. Кстати, вообще Fast Charge это магия. Если вы купили какой-нибудь Samsung или iPhone, не поскупитесь и докупите Fast Charge, потому что вы перестанете заряжать телефон ночью. Вы будете просыпаться утром, ставите на 15-20 минут, идете, занимаетесь своими делами, там, одеваетесь, и у вас уже телефон зарядился, на половину дня его хватит. Это очень круто. Появление Fast Charge полностью изменит ваше восприятие и использование смартфона. Вы не будете больше экономить, вы будете использовать 120-герцовый экран, вы не будете экономить яркость. Полностью изменится experience использования телефона, если у вас будет Fast Charge. Большинство элементов от нашего experience от использования телефона выстраиваются от того, как мы расходуем батарею. Ой, вот тут я понижу этот рычажок, тут я уберу эту функцию, тут я эту функцию уберу. То есть люди убирают половину функции, за которую они заплатили, но они их не используют, потому что, чтобы подольше телефон продержался. Уверяю, Fast Charge все изменит. Спонсор этого выпуска Fast Charge. Конечно же, самое важное, самое нужное, самое интересное в нем это камера, вам интересный тест и мне тоже, но сперва давайте немножко полью воды. Начнем с Oxygen OS, то, с чем вы будете контактировать, всякий раз разблокируя телефон. Честно, мне она очень нравится. Она шустрая, она функциональная, она не прожорливая. Да, я слышал много претензий, что он в играх как-то себя не так ведет, что и процессор троттлит, что и система не оптимизирована под этот процессор и так далее. Меня игры на телефоне не волнуют вообще, потому то, как играется в очередное донатное недоразумение, мне вообще все равно. И последнее в списке, но не по значению, это красота интерфейса. Мне он нравится. Во-первых, он логичный не так, как на One UI, когда тебе надо найти какой-нибудь рычажок, и ты полчаса можешь в настройках, в этих дебрях лазить, пытаться его найти, и ты его не находишь. Здесь все на своих местах, и ты сразу находишь то, что тебе надо. Красивые иконочки, грамотное зонирование интерфейса. Я имею в виду то, как все настройки интерфейса телефона, они сгруппированы. Огромный спектр кастомизации, вплоть до изменения цвета значков интерфейса. Правда, по личному опыту скажу, что вы это использовать будете максимум один раз, настроите, и все. Я ей пользовался кучей месяцев, и она меня всем устраивает. Про нее нечего особо говорить, потому что она работает. Если бы она как-то лагала, вылетала, были плохие шрифты, что-то как-то там нелогично, то я бы минут пять бы про нее рассказывал. А когда все нормально, то и рассказывать нечего. Да, есть какие-то мелкие баги, ты набираешь сообщения, и у тебя просто сворачивается экран. Бывает такое, ну, два раза в месяц, когда ты пользуешься телефоном, он у тебя просто заблокировался. Надо его заново разблокировать. Мелкие и совершенно не критичные недостатки. Из недостатков с OnePlus 8 он унаследовал то, что здесь нет слота для карты памяти, но это проблема не только OnePlus, а практически всех Android-флагманов сегодня. Это какой-то тренд у всех Android-производителей, отказываться от разъема для карты памяти, и это очень плохо. Мы все прекрасно понимаем, кто этот тренд с отказом от карты памяти задал. Не будем называть Apple вслух. Ой, извините, случайно вырвалось. Проблема в том, что на выбор дается 128 и 256 гигабайт, даже 512 нет. Я отвечаю уже на заезженный вопрос, а зачем так много гигабайт? Потому что это флагман, у него самое основное это камера, и надо снимать в 4К 60 фпс, поэтому оно забивается очень быстро. Короче, 256 гигабайт это максимальная версия, в целом это окей, но не то чтобы с лихвой. Теперь давайте поговорим про самое основное, за что заплачено большее количество денег и стоимости этого телефона, на что сильнее всего делал фокус сам производитель, это его камера. Посмотрев несколько обзоров этого телефона, у меня сложилось впечатление, что камера в лучшем случае какой-то середнячок. У многих блогеров на русском ютубе камера у него проигрывает вообще просто всем. Я не знаю, возможно, я снимаю видео позже, и вышли какие-то апдейты, а как только я его достал с коробки, я сразу все обновил, и ситуация поменялась. Это, кстати, неудивительно, потому что OnePlus это тот производитель, у которого апдейты реально выходят, весь цикл существования телефона, и они реально улучшают его свойства. Пользовался я седьмым OnePlus, восьмым, и эта магия, я ее подтверждаю. Если вы из тех людей, которые задаются вопросом, ох, что же в эти смартфоны еще добавлять, в них еще кучу всего можно добавить, например, нормальную камеру, потому что как только чуть-чуть меньше света на улице становится, абсолютно все флагманские телефоны снимают очень плохо. В этом сравнении Samsung, ну, очень печален, iPhone чуть-чуть лучше Samsung, а OnePlus, ну, согласитесь, он лучше всех. Более того, из-за специфической конструкции линзы мы замечаем, что очень много бликов на самсунговском объективе, на айфоновском они тоже есть, только чуть поменьше, на OnePlus-овском они тоже есть, но меньше, чем на ком-либо. Кричу, у Samsung картинка абсолютно шакальная, при том, что модуль камеры этого телефона необычайно огромен, он больше, чем у кого-либо из этих телефонов, весит 2 килограмма, выпирает на полтора метра из корпуса. Мне больше хочется говорить не про OnePlus, а про то, насколько плохо этот Samsung. Конечно, речь касается съемки при недостаточной освещенности, потому что на улице все телефоны снимают плюс-минус одинаково. Именно поэтому я и начал с этого сравнения, потому что это самое важное. В айфоне картинка имеет меньше всех шумов, она кажется нежнее из-за этого, но происходит это все за счет уменьшения деталей, появляются артефакты, если мы начнем приближать картинку. Какие-то маленькие четкие детали, они просто пропадут из виду. У айфона они будут замылены алгоритмами, плюс появятся артефакты. Поэтому по общему впечатлению кажется, что картинка вроде у айфона лучше, но на самом-то деле она лучше на OnePlus. Да, на картинке OnePlus больше шумов, но и гораздо больше деталей. Если вы хотите убрать шумы, это делается очень легко, а вот вернуть детали уже нельзя на айфоне. В случае с Самсунгом и шумы, и детали. Все очень плохо. Все очень просто, вот вам стоп-кадр, попробуйте разобрать, что написано на бутылке, стоящей сзади Игоря. Как бы это ни звучало, ни на одном телефоне вы не сможете разобрать надпись, кроме OnePlus. А теперь взгляните на духовку снизу, где вам нравится она больше. Скорее всего, именно на OnePlus. Ладно, давайте для баланса. У Самсунга очень хороший зум. Вот 10-кратное увеличение на Самсунге и на OnePlus. OnePlus проиграл без шансов. Сцена в коридоре, и опять-таки Самсунг хуже всех. Почему так, непонятно. Как я уже и говорил, касательно дневной съемки, с точки зрения качества, детализации, все телефоны плюс-минус одинаковые. Да, в некоторых сценах у кого-то немножко отличается динамический диапазон, ну и плюс, если сравнивать с айфоном, то мне не нравится, что он слишком засветил картинку. Но не везде же OnePlus побеждать, стабилизация у него самая худшая. из всех телефонов, но это не значит, что она плохая. Перед вами сцена, где мы бежим, плюс я дополнительно трясу еще рукой телефон, точнее штатив, на котором прикреплено два телефона, и я очень сильно тряс, и вот как ведет себя OnePlus, он чуть-чуть сильнее трясется, чем другие телефоны. Если вы будете снимать при нормальных условиях, для вас разницы вообще никакой не будет. По части стабилизации телефоны практически идеальны сегодня. Только лишь при очень динамической съемке будет какая-то небольшая тряска, но если вы будете снимать нормально, то все телефоны вас устроят, в том числе флагманы прошлых лет, потому что, ну хотя уже вряд ли их там понерфили апдейтами, не актуально все. Что касается фотографий, в своих самых первых обзорах смартфонов я делал супер детальные сравнения, я там увеличивал просто каждый пиксель, где там какой куст как получился, я понял, что это бессмысленно. Людям это не интересно, главное, чтобы общая картинка была более-менее схожа и все, потому что люди используют эти картинки в мессенджерах, заливают их в инстаграм, где все шакалится. Ну вот для этих людей, которым интересно, вот OnePlus немножко больше улавливает детали, чем Samsung. Я не думаю, что это существенная разница, которая вас сподвигнет к покупке OnePlus или отговорит от покупки Samsung. В целом же, что iPhone, что OnePlus, что Samsung при дневной съемке фотографируют идентично. Единственное, я хочу заметить, что у OnePlus самый худший широкоугольный объектив из всех флагманских телефонов, ну в этом обзоре, потому что он очень узкий, этот угол обзора. OnePlus улавливает значительно меньше деталей, чем это делают другие телефоны. И это большой минус. Немножко отвлекусь, единственное, что меня расстраивает, это то, что OnePlus, он перестал быть бюджетным телефоном, потому что, когда я сравнивал этот телефон с iPhone, с Samsung, я постоянно апеллировал к его цене, что он стоит дешевле, он дешевле, он дешевле. Это очень дорогой телефон. И проблема в том, что преимущество OnePlus 8 перед iPhone или перед Samsung вызывали панику. О боже, это как? Это как? Он же настолько дешевле. То это, ну и что? Он стоит ровно в этой ценовой категории. Поэтому у меня нет какого-то удивления или восторга. Так и должно быть за эти деньги. Я решил завершить это видео сравнением на прошлые и на новые телефоны. Что я могу сказать? Отвечая на вопрос, стоит ли покупать сейчас OnePlus 9 Pro, я про любой телефон вам скажу, что не стоит его покупать, потому что надо подождать пару месяцев, пока сбросится цена. А на OnePlus она сбрасывается регулярно и хорошо. Это не тот телефон, который долго держит цену. Что это такое? Мне было непросто записывать это видео, потому что новый телефон, который я купил за 1200 долларов, он не производит никакого впечатления нового телефона, потому что это тот же самый телефон, что и у меня, только сзади чуть другой дизайн. Матовое стекло, а не глянцевое. Другой блок камеры. Сама по себе другая камера. А в целом, пока ты им пользуешься, это ровно то же самое. Меня вот этот телефон абсолютно всем устраивает.